До сих пор остается неразрешенным вопрос с работой Донецкой железной дороги в зоне АТО. Как известно, Украинская залезница обязала Дон-ЖД остановить отправку вагонов по всем направлениям. Якобы из-за небезопасности работы предприятий на территориях неподконтрольных украинской власти. Но прекращение работы главной транспортной артерии выглядит как минимум странно. Почти пятую часть всего грузопотока перевозят именно по ней. За 10 месяцев текущего года Дон-ЖД уплатила в украинский бюджет 755 миллионов гривен налогов. Если Донецкая железная дорога прекратит свою деятельность, многие предприятия закроются. Тысячи людей потеряют работу не только в Донбассе, но и по всей Украине. Вся экономика Украины взаимосвязана. Все, что случается в Донбассе, оно отражается на всей остальной экономике Украины. И оно неминуемо отразится и на экономике ближайших областей. В первую очередь мы говорим о Днепропетровской области. Но почувствуют это все, без исключения области, включая западные области страны. Это коллапс и остановить металлические предприятия. Потом будет очень сложно их запустить вновь. Потому что это уже серьезные финансовые вложения. Для того, чтобы запустить доменные печи, для того, чтобы запустить стелеплавильные переделы. Это очень сложно. Поэтому люди останутся без работы. В Краматорске открылись новогодние ярмарки. В центр города съехались представители полсотни предприятий со всего региона. Привезли продовольствие из села. Стоимость продукции значительно ниже рыночной. Например, за литр молока на ярмарке просят всего 6,5 гривен. За десяток яиц 13. Скидки будут действовать 3 дня. На ярмарке можно привезти товары из села по ценам ниже рыночной. Приехали фермеры Краснолиманского района, Славянского, Константиновского района, Красноармейска. Торгуют мясом, яйцом, молоком. Все, что производит всего. Цены доступные. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин